После прохождения штормового Тасманового моря в сентябре 2021 года, мы обогнули Новую Зеландию с юга и направились через ревущие сороковые широты в сторону экватора, чтобы замкнуть нашу кругосветную экспедицию по Южному океану. Мы еще не знали, насколько серьезные поломки придется устранять в открытом океане. 12 дней в океане. Если бы не поломка, 16 сентября можно было бы назвать днем сурка. Папа перевел часы на час вперед вчера, 16 сентября в четверг. Мы сегодня прошнулись снова, 16 сентября в четверге. Но я этого и не заметила. Что за дутро? Таким бы он и остался у нас вчерашний второй подряд четверг. Как бы не случился штиль, а с ним и осмотр лодки. Капитан загрудил разные проблемные шурупы, побрил голову и при осмотре ветропилота обнаружил самую серьезную в нашем 8-летнем морской практике полум. Стальной крепеж пера руля, пластина шириной 5 сантиметров и толщиной 5 миллиметров, лопнула в двух местах. С одной стороны полностью оторвала всю конструкцию. Вот такие последствия тяжелой первой недели штормоз. Неизвестно, как мы доберемся до Таити, как будем рулить. Если не удастся его хотя бы временно починить, а там требуется сварка, то будем целый месяц как минимум рулить вручную, а потом еще один. Таи, это заставлены пробили. Туга. Таи, ну. это держит ветрорур кто победит начинать майли мы ходит в 4 утра Андрей лег спать в 8 встал и продолжил наложил по 2 стальные заплатки с каждой стороны нарезал 8 отверстий с резьбой вкрутил и отпилил 8 болтов к счастью штиль продолжался почти до победы леди мэри относила к югу но бравый капитан спускаемый на лебедки за борт успел прилазить ветроруль обратно днем ветер поменялся на северный и теперь мы рубимся в наш любимый бейдевинт ожидая усиление с 20 узлов до 30 в морду ветер будет дуть минимум три дня отлично солнечная погодка идем с нормальной скоростью 5 5 и 6 узлов ну бейдевинт 12 градусов снаружи но это же яхтинг яхтинг давнула реальность застрелиться сказала она я в домике самое любимое время у нас это получение почты вот с утра мы читаем письма которые нам приходят через спутниковую связь вот нам замечательный сергей присылает комментарии ко всем нашим серёжа якубенко ты святой человек ко всем нашим статьям видео и так далее вот и вот радуюсь это у нас единственная такая связь с землей так что ребят пишите вот такая красота появилась а смотрите там радуга у меня самое выгодное положение я тут занял кресло вот такое кресло пилота вот но рулить не приходится просто сижу и наслаждаюсь тем что кред в мою сторону а я могу руки-ноги за все у меня здорово в общем вы поняли кто лучшие места занимает тринадцать дней в океане на радостях утром мы с Настей испекли шарлотку а сейчас вместе делаем хлоп девочки убеждают себя не прелесть а я просто штука в перерывах между техническими работами делаем уроки а мама пишет статьи наверное ночью будет теплее хотя в 5 вечера на улице уже плюс 8 утром плюс 8 было внутри яхты а вчера даже плюс 7 родители с Настей сильно устали от холодов а мне просто хорошо лежать под одеялку плавлю масло потому что оно не вытекает потому что замерзло оливковое масло замерзло чтобы воспользоваться Настей его плавят на чайник а ты Лада что делаешь? морковку для поджарки с лопом для гречки но минус холодов мало электричества но к счастью солнце хоть ненадолго но выходит каждый день скорее бы закончить кругозветку но пока встречный ветер и море нас не пускают и в этом тумане радуга близко-близко от нас не знаю метров наверное 70 до нее вот такое удивительное явление природы 15 дней в океане уже теплее чем на южном ветре как же хочется градус хотя бы на 40 скоро разгонит высокую волну и включится 30 узлов ветра совсем захороше это признак приближающегося шторма в море вроде бы ясное небо небольшая волна легкий ветер но мы то знаем что скоро придет шторм нет нет да и вспомнишь Беллинсгаузеновский Восток и Мирный как они там задалбывались бродя месяцами на деревянных посудинах в антарктических широтах вспомнишь великих мореплавателей утвердишься в мысли что у нас тут на борту санаторий против них сейчас уваливаемся рифом паруса вот если идти спокойно по ветру со скоростью 5,5-6 узлов то надо идти вот туда мы же пытаемся идти максимально остро к ветру вот по этой горизонтальной полоске пусть острее идти не получается особо но когда ты идешь вот так вот на самом деле здесь кажется что поперек на самом деле не поперек довольно острым углом к ветру 45 мишков ты рубишься вообще безбожно и это прям тяжело и укачивает и вплющивает в стоп 20 сентября задуло на запад ветра конечно было мало и на север ушли недалеко настал единственный день когда можно жить он был подарком судьбы почти таким же за исключением температуры как в кубресветном плавании в посадках мы просушили отмыли яхту поиграли в наступную игру и посмотрели за завтраком фигурное катание не так как обычно в рубке с видом на скачущий океан а в кубрике где почти ничего не скакало в кубрике мы оказались по вдохновляющему поводу после двух недель холода папа как менделеев ночью во сне нашел решение об отопителе отвахтил самое сложное ночное время и в 7 утра мы уже разбирали диван и стенку в рубке телепортировали стол и подушки в нос и занимались герметизацией пропитой в нескольких местах выхлопной трубой Андрей предпринял последнюю попытку реанимировать отопитель почему последнюю я надеюсь что последнюю дальше все заработает может быть неограниченное количество попыток вот здесь у нас связь с космосом происходит отопитель дымит потому что его обмотали выхлопную трубу лентой которая как говорит Андрей должна продымить что дескать это не выхлоп дымит хотя я в этом сомневаюсь судя по запаху так же воняет как и выхлоп но по крайней мере сегодня тепло и даже пол вот здесь сухой а это говорит о том что отопитель то все таки греет хоть и дымит ой прям дым валит Андрюх прекрасно здесь несмотря на открытый для выветривания дымолюк в лодке все равно стало тепло о чудо пока герметизация схватывалась клеилась и прогорала я зашила надорванную вязань пару в второй мачте и наложила марку на веревку спустили вязань она у нас маленько подострепалась за время штормов вот сейчас будем ремонтировать здесь вот эти вот дырки вот они это самое здесь люверсы должны вот так вот выглядеть но их ветром повырывало вот сейчас снимаем вот эти ползуны и будем восстанавливать целостность паруса вот Настя там откручивает у нас есть вот такой вот моток ленты специальной парусной липкой вот для починки парусов но это он уже уменьшился он был раза в три наверно больше у нас вот за сколько мы за пять лет примерно вот мы на ремонт парусов вот столько потратили вот сейчас будем с помощью этой ленты ремонтировать парус здесь кстати вот уже вот бизань ремонтировали таким образом вот заплатка уже есть одна а потом у погоды хватило тиши и глади на продолжение уборки и очистки стен от плесени в нескольких местах просто караул зато девочкам удалось открыть иллюминатор в кормовой каюте и пересложить шкаф а из-под стола было теплым впервые за полмесяца каюта была не похожа на сырой холодный погод одним вечером я решила побыть самостоятельно и сказала маме ма, ну я восемь лет и жила на яхте как пассажир сейчас я хочу попробовать себя ты не против если я пока повахчу а ты поспишь ну что можно ответить кроме как конечно пробахтила до двух часов ночи потом маму разбудила сегодня лопа кончилась снова в морду ветер но отопитель на минималке работает а потому прорвемся хотя 20-25 узлов ветра в нос это жесть писать и держать мысли почти невозможно пошли смотреть что там в свежем прогнозе предыдущий не очень оправдался ну несмотря на то что у нас бейдевинт, крен и качка завтрак по расписанию одна из идей для яхтенного завтрака это буритасы вот и наш чудесный старший помощник капитана исполняет сегодня обязанности шеф-повара и готовит завтрак шел двадцатый день перехода под кодовым названием обнять и плакать капец крен бейдевинт вот это все стоит и не летит только потому что оно видите упирается в бортик и каждая следующая тара упирается в предыдущую на резиновой скатерти вот это вот все что-нибудь убрать то сразу все полетит и при особо сильной волне мы ложимся вот так на амбразуру и держим это все вот там я ногой упираюсь в стол ой вернее не стол во что короче в деревяшку для того чтобы не улететь и только поэтому вы наблюдаете сейчас меня сидячая а настя лежачий потому что она так же ногой упирается капец ребята двадцать дней в море все еще укачивают вот здесь вот тяжело как вот это сейчас вот есть Ладно ты про еду про еду расскажи что ты про свои эти тяжело там в ней в море мы называем это бурритос по простому за вертухи ну то есть сложили что нашли и завернули здесь у меня остался лук еще в тех штуках его больше сейчас я еще сюда помидор дорежу и сыр и фасоль ну потому что надо же еще что-то положить давайте начистоту о романтике моря за Новой Зеландией постоянно крутится циклон антициклон и снова циклон в этой стиральной машине автомат мы пишем буквы ЗЮ на карте сначала на нашем пути неотступно маячил остров Баунти теперь остров Читэм там живут люди новозеландские но нам это не светит ночью мы обошли шторм оставив его к востоку схватили всего 30 узлов в морду ветра 27 сентября 2021 года 23 дня в океане встречный ветер становится крепче вечернее кино выдержит не каждый лада кладет на лоб мандарин вот я даже третий глаз себе сделала чтобы им смотреть фильм когда два остальные устали основное отличие этого дальнего похода по ревущим сороковым от всех предыдущих тогда мы шли по опоясывающему земной шар устойчивому западному ветру а в этом переходе от Австралии до Полинезии все попутные ветра остались между Тасманией и южным углом Новой Зеландии и они захлебнулись в бесконечном шторме так сегодня у нас 20 какой там второй день в пути 24 отлично вот у нас блюдо сегодня вот такое сегодня едим арбуз арбузы хранятся в не очень жарком климате долго а вот Настя сидит у нее вахта у нее рядом штурвал навигационный айпад и компьютер еще и уроки делает какие-то там а я решаю русские кроссворды из газет в которые были укутаны нам подарки и посылки зато мы уже на 44 градусе южной широты и упорно забираемся на север дотаитесь с заходом на экватор месяца полтора на пути будет оттол Суворов недели через 3-4 думаем о нем с вожделением как и все острова Тихого он тоже закрыт на ковид у нас теплеет мы выходим наконец-то опять-таки из ревующих сороковых в неревующие тридцатые сейчас вот на сороковом градусе находимся еще чуть-чуть и перейдем уже в тридцатые широты а у нас на завтрак сегодня манная каша вот идем в бейдевинт крен брызги но при этом настроение хорошее потому что теплеет вот снаружи 16 17 почти градусов внутри 20 и это без всякого отопителя даже вот жизнь налаживается вот сегодня ожидаем ночью штормовой ветер вот а потом пару дней будет более-менее попутно даже и будет еще легче и кажется наша 14-тонная яхта прям подлетает над волной и грузно бахается обратно ночь была ужасна это я вместо доброго утра очень хочется в попутные посады рубилово против ветра изнуряя заставляя идти к цели крутыми зигзагами хорошо если после выхода из сороковых шивот станет лучше за бортом волны и туман из живности буревестники альбатросы кто-то вроде полярных врачей 24 дня в океане встречный ветер усиливается ночью станет штормом но зато вскоре захопутнеет а тот же ветер попутный навстречу это две разные истории каждый раз рифы паруса девочки ловят попутные 25 узлов и наслаждаются а мне внутри главное не улететь скорее бы такое кончилось погода позволяет идти только на восток и уже набрали пару миль в юг хотя нам надо к северу у нас доброе утро как у вас погода вроде налаживается после месяца почти уже сплошного встречного ветра буревинда и штормов сегодня наверное такой день начинается с попутного ветра вернее попутный ветер начался ночью он такой достаточно сильный для комфортной жизни но для Владимира он вполне себе подходящий нравится 30 узлов попутный ветер вот пойдем выйдем на палубу посмотрим что там происходит у нас стоит грот зарифленный на третьем рифе стоит маленький стаксель и этого набора парусов хватает чтобы Владимира с 6-6,5 узлов делала что для нее в общем-то очень хорошая скорость волны пенятся вокруг я недавно проснулся после отсыпался после ночной вахты утренняя вахта была у Марины дальше можно готовить завтрак вот девчонки еще спят Настя тоже ночью вахтила сегодня еще отсыпается ну ладно тем не менее заходим внутрь смотрим что тут у нас что у нас делает Марина кастрюлю мою на педальные тяги надо сделать так чтобы и педаль нажалась и не расплескалась соленая вода по всему камбузу и что-то хотя бы отмылась очень неудобно потому что надо еще держаться где-то самой так вот здесь посуда смоется а вот там а вот там у нас педаль такая вот на которую Марина сейчас наступает давит это помпа соленой воды вода соленая поступает в кран и этой водой мы моем посуду вот для экономии пресной покажи как стоять ну стоять надо на раскоряку вот так что вот всем доброго утра у нас она добрая пасмурным днем за бортом 14-15 градусов жары а солнечным до плюс 20 сегодня дождит шли под полный генуи это большой передний парус и полным гротом на ночь рифимся до первых атоллов где нам может быть удастся выдохнуть осталось 1800 морских миль по генеральному курсу по факту нарежем раза в полтора больше если не кончится встречный ветер так ну что мы в очередной раз ну на этом пути на этом вот отрезке маршрута первый раз выходим наконец-то из ревущих сороковых в наилегчайшие тридцатые 40-0-0-30 вот будет будет скоро тепло будет ветер более легкий моментально вот все собрались ждем завтрака у нас там доготавливается каша сегодня у нас какая у нас сегодня пшеница с тыквой да, Мариночка? кстати, вспомните вот видео когда мы шли на Трестан до Кунья от Мангелланово пролива там в сороковых уже широтах когда мы вышли в ревущие сороковые с пятидесятых в футболках уже дома были находились и на улицу выглядывали в футболках без кофт теплее было да, взять прохладник с Антарктиды дует сильнее четыре дня назад команда в полном составе начала делать физзарядку и наши шансы не разучиться ходить в концу этого бесконечного дальнобоя взлетели до космических высот ладоня на меде написала рекордное количество писем подружкам и бабушкам мы с ней активно мечтаем что построим отремонтируем и украсим в нашем чудесном пряничном домике когда вернемся на алтарь умереть голода нам не грозит еще месяцом пять несколько дней назад в честь попутного ветра смогли устроить необычный завтрак который стоял на резиновой скатерти а не на ногах петерброды с колбасой овсянка тайские части с гущёнки фрукты засахаренные имбирные карпетки порезали арбуз он еще не успел испортиться и был так сахар на вкусе ням-ням остался еще один йогурт ананас два с половиной ящика ябл много тык немного помидора по моркови картошка светла апельсины мандарины киви лимоны чеснок полуиспорченный огурец и полтора мешка лука немного колбасы и сыра дальше в ход пойдут орехи сухофрукты и многочисленные консервы придем в более теплые воды займемся рыбалкой сейчас холод и думать про это неохота еще я вам хочу рассказать про это вот замечательное кресло на котором у нас сидит сейчас вахтенный помощник капитана она же марина она же старший помощник лун вот это кресло оно на самом деле оно здесь должно быть в яхте предусмотрено вот там стойка для него предусмотрена вот эта стойка у нас была конечно в наличии но самого кресла его не было и наши австралийские товарищи там сказали ну что вы ребят зачем вам покупать кресло тут полно всяких вещей новых практически люди выставляют на улицу когда они им просто становятся не нужны и вот это обычное такое офисное даже геймерское кресло можно сказать вот ребята для нас подобрали на улице в каком-то богатом квартале вот и мы его притащили на яхту но как приделать офисное кресло вот к такой стойке вот пришлось изготовить вот эту вот замечательную опору и вот эту опору нам изготовил чудесный наш друг Игорь Мироненко это человек который живет в западной Австралии в Перте уже достаточно долго он был участником проекта Фазиси это первая русская советская даже на то время яхта которая принимала участие вид Брэйт Рейс то есть теперь это называется Вольво Оушен Рейс вот и Игорь с того времени осел в Австралии и вот нам помог изготовил у него своя мастерская по изготовлению всяческих нужных штуковин и вот он собственноручно нам сделал вот такую опору из алюминия вытащил ее прямо под наши размеры вот за что ему огромная благодарность Игорь мы тебя обнимаем 25 дней в океане на зарифленном по самой не могу гроте и маленьком стакселе влетели в тридцатые широты наконец-то ура солнце и высокая волна Юнга сначала читала и рисовала а теперь делает себе яблочное пюре идем на северо-восток до экватора меньше месяца пути потом еще недели 3-4 до Таити и потом будем решать на какой берег Тихого океана пристать перспективнее чтобы добраться к весне домой после всего что мы пережили семьей и командой от тропиков до полярных широт в этих полутора кругосветках мы вернемся домой другими честно после четырех с половиной лет разлуки возвращение домой больше всего занимает мысли чтобы сполна ощутить тоску по Родине надо вынужденно побыть вдали от нее не меньше года ну или так лет пять именно так и получится у нас как это будет кто окажется рядом насколько нас хватит какой проект будет следующим вопросов больше чем ответов передано через спутник с тридцать девятого градуса южной широты и сто семьдесят третьего градуса западной долготы подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео желаем всех новых горизонтов субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»